Не я выбирала, а Алина выбрала. И с её стороны это было настолько... Пора вставать! Как бы так явно показано, да, что я подумала о том, что, видимо, я должна её забрать. Вставай, вставай! Первые годы это, конечно, была такая очень тяжёлая годы формирования привязанности и чувств. Почему? Потому что, конечно, была только жалость, и я была в большой растерянности, потому что она уже в возрасте четырёх лет была, и нужно было, собственно, всё с нуля начинать, как с грудным ребёнком. Я теоретически понимала, как воспитывать ребёнка, как жить с ним, какие условия создавать для того, чтобы вот эту разницу между нормой и патологией сокращать. На самом деле это не так просто. Во-первых, Алина не с первых дней, поэтому многое надо было наверстывать. Вот чувство привязанности – это уже упущенное время. Все сенсорные компоненты – это упущенное время, потому что Алине уже было почти четыре года. Но надо сказать, что Алина, она очень девочка умная. А она, если бы раньше, у неё были бы ещё большие результаты. У неё есть хорошее свойство, она любит учиться. И она старается быть хорошей. Ну, по крайней мере, верно, это точно, это однозначно. Нужно понимать, что это не лишние люди в нашей жизни вообще. Государство должно понимать, что эти дети – это очень хороший ресурс для воспитания наших нравственных понятий каких-то, да, и нашего подрастающего поколения. Государство, прежде всего, должно свои усилия направить на то, чтобы менялось общество в принятии. Но потом уже, конечно, выстраивать целую систему помощи. Важно, чтобы сами родители относились к этому совершенно правильно. Прежде всего, он ребёнок, да, и чтобы родители не скрывали своих чувств к своим детям. К сожалению, у нас общество формирует это таким образом, что родители боятся показать свою любовь к своим детям, с проблемами развития. Я с этим сталкиваюсь очень часто. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мы все понимали, что это ребёнок, прежде всего. И его также нужно любить, о нём также нужно заботиться и проявлять понимание. Я по Алине всегда чувствую, что она начинает съёживаться, ей хочется на себя надеть какой-нибудь палантин и скрыться от общества, потому что она чувствует эти взгляды и, как бы, может быть, излишнее любопытство какое-то, да. И мне приходится всё чаще и больше её целовать на публике и показывать тем самым, что ничего, я с тобой, я рядом. Почему я пришла к этому выводу? Потому что я понимаю, что это нелегко. Для меня важно, чтобы она просто была счастливым ребёнком. Просто хорошим, светлым, добрым человеком. Разве мало этого? Я думаю, что этого достаточно. Тем более, что сегодня добрых, ласковых, хороших людей очень мало.